Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса среди журналистов, всесторонне и объективно освещающих деятельность органов местного самоуправления Черкеска, традиционно прошла в зале торжеств городского дворца культуры. В этом году, чтобы выявить лучших, члены жюри отсмотрели 38 телевизионных видеосюжетов, 58 радиосюжетов, 173 материала информационных агентств и 60 печатных публикаций. В этот раз на конкурс было предоставлено очень много работы, поэтому членам конкурсной комиссии трудно было определиться с победителями. И мне, как председателю конкурсной комиссии, вдвоем не было сложно, так как все материалы, предоставленные на конкурс, достойны и заслуживают внимания. Конкурс, организованный городской думой в Мариже Черкеска, проводится с одной целью. Мы хотим видеть оценку своей деятельности. Определить победителей в различных номинациях для жюри конкурса по-прежнему непростая задача, поскольку количество работ, подаваемых к рассмотрению, довольно внушительное. Мэр Черкеска Руслан Тамбиев поблагодарил представителей СМИ за их нелегкий и кропотливый труд. Мы вместе с вами созидаем на главе наших людей. Обычно на мероприятиях по присутствию гадают парабония, что-то стоите, пишете, снимаете. А сегодня вы сами главные, почетные гости. Это мероприятие для вас, вы сделали небольшой мини-праздник. Во много отдыхать нельзя, потому что, как вы говорили, много работы есть. И сегодня они все пришли на это мероприятие, потому что на работе. Всех присутствующих в зале с наступающим 2016 годом хочу пожелать всем, так как большинство здесь журналистов и представителей власти, во-первых, чтобы действительно в новом году у нас было больше хороших новостей и больше поводов для вас, журналистов, освещать эти хорошие новости. Традиционно представители республиканских СМИ были отмечены в номинациях «Лучший телерепортаж», «Лучшая интернет-статья», «Лучшая газетная статья» и «Лучшая радиопередача». Давно говорят, что журналистика – это четвертая власть. Я думаю, что люди нам верят, доверяют. И, безусловно, власти заинтересованы в адекватном освещении своей деятельности. И в этой связи, конечно же, нас подстегивают. Есть, конечно, и призы, и подарки, безусловно, внимание. И каждый журналист, конечно же, хочет совершенствоваться. В этом году обладателем главной награды конкурса «Гран-при» стал собственный корреспондент «Российской газеты» Николай Грищенко. Тут живут очень яркие и интересные люди. Тут происходят различные информационные сюжеты. И, как сказали мои коллеги из Корчаева, Черкесии, что сложилась такая тенденция, когда добрые, хорошие, светлые новости по популярности соперничают с жареными новостями криминальной хроники. Вручались на церемонии и специальные премии. Так, почетной грамотой мэрии города Черкеска был отмечен весь творческий коллектив нашей телекомпании «Черкеск» за всестороннее и объективное освещение деятельности исполнительной и законодательной ветвей власти республиканской столицы, формирование положительного имиджа города Черкеска. Безусловно, приятно получать такие награды. Но я хочу сказать, что сегодня медиасфера Карачаева-Черкесии развивается семимильными шагами, как, впрочем, и наш город. И поэтому и конкуренция, соответственно, тоже увеличивается. И вот такие церемонии, они, естественно, стимулируют журналистов на более высокие свершения, так скажем. Многое уже сделано в этом уходящем году. А в предстоящем нам всем придется трудиться еще эффективнее, чтобы добиться значимых результатов. И особая роль здесь принадлежит людям смелым, прогрессивно мыслящим, духовно и нравственно сильным, тем, кто заряжен на поиск, на движение вперед и на результат. С Новым годом! Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.